В этом году традиционная спартакиада по адаптивным видам спорта посвящена 24-й годовщине со дня создания Центра «Спартанец». Учитывая заслуги Центра в физкультурной работе с людьми, имеющими ограничения по здоровью, и в подготовке спортсменов в адаптивных видах состязаний, Центр был реорганизован в спортивную школу. Спартакиада в этом году так же, как и в прошлое, традиционно проводится открытой. На нее приезжают команды из соседних муниципалитетов и из Москвы. Сегодня приехали ребята не только наши, которые у нас занимаются, но и из Егоревска, из Коломны, члены сборной Московской области. И, пользуясь случаем, мы еще и наградили ребят благодарностью министра по итогам выступления на летних играх паралимпийцев, которые проходили в этом году. На Спартакиаде проходили соревнования по волейболу сидя, по игре бочи, по футболу цепэ, по настольному теннису и по дартсу. Во всех видах участвовали не только спортсмены из нашего городского округа, но и гости. Среди них много тех, кто уже добился высоких результатов в состязаниях областного и общероссийского уровня. Семьерым девушкам и юношам, которые выполнили соответствующие нормативы, были вручены до удостоверения мастеров спорта. Спортшкола «Спартанец» в нашем округе традиционно остается основной организацией, где люди с ограничениями по здоровью могут найти себе спортивное занятие по душе. Самое большое количество возможностей для людей с ограниченными возможностями прийти и заниматься. У нас все виды спорта, очень много спортивных дисциплин. Поэтому, когда к нам приходят люди, мы можем предложить и настольный теннис, и футбол, цепэ, и легкую атлетику, и плавание, и голболл. То есть, все, что хочешь. Организаторы «Спортиады» просили нас обратить внимание на то, что возможность заняться спортом в «Спартанце» имеется и у тех, кто вернулся с СВО после выполнения воинского долга. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.